Вы видели это тысячи раз в любых произведениях. Герой упорно идёт к какой-то цели, но в конце осознаёт, что был неправ. Например, в том, что он не ценил жизнь, не проводил время с семьёй или считал, что деньги и карьера превыше всего. Не всегда, но часто, подобное выглядит слишком очевидным, навязанным и в целом выдаётся за непоколебимую истину без какой-либо проверки и альтернативы. Такие истории выглядят банальными, неинтересными и не имеющими ничего общего с реальностью, а их авторы будто пытаются поучать своих зрителей. Хорошие же истории строятся на других постулатах. Они всё так же могут иметь посыл, аналогичный тому, о котором я говорил выше, но доносят его куда более изысканно и основательно. Для этого создатели фундаментально прорабатывают героев и в особенности вещи, в которые эти герои верят, ведь это основа всего. У каждого из нас есть свой набор ценностей и взглядов, наша парадигма. Она определяет наши действия и видение мира. Мы ежедневно, так или иначе, сталкиваемся с парадигмами других людей, когда разговариваем с ними или взаимодействуем иным образом. Столкновение систем взглядов и ценностей порождает конфликты или споры. В любом уголке Земли каждую секунду сталкиваются эти системы. Чаще всего это чепуха, например, спор о том, кто вынесет мусор, а иногда это убийство и развязывание войн. Существует бесчисленное множество вариаций того, как смотреть на этот мир. И это порождает большое количество заблуждений и противоречий внутри каждого индивида. Все люди так или иначе в чем-то неправы. Я не прав, Эйнштейн не прав и вы не правы. Многие посвящают свою жизнь поискам некой истины, правды. Того, что покажет им, что чем является на самом деле. В драматургии же есть свое видение этой самой пресловутой правды. Если говорить о мультфильмах, то там обычно есть один конкретный герой, который хочет чего-то конкретного или не совсем. Например, он хочет стать лучшим гонщиком в мире, как Молния Маккуин, либо внимания своих родителей, как Каролина, либо быть законопослушным полицейским, как Джуди из Верополиса. В очень многих мультфильмах у героя заведомо либо неправильная цель слэш желание, либо неправильное видение того, как эту цель достичь. Это так называемая ложь, в которую герой верит. Например, Радость из головоломки верит, что ей нужно изолировать печаль, чтобы у Райли в голове все было хорошо. Райли верит, что ей нужно вернуть свою прежнюю жизнь, чтобы все пришло в норму. А Мистер Исключительный верит, что он должен работать один. Часто в мультфильмах ложь это относительное понятие. То есть, она может не быть ложным полностью, но что-то с ним все равно не так. И чуть позже вы поймете о чем я. Эта ложь всегда имеет первопричину. Она не берется просто с неба. В прошлом героя должно произойти что-то, что заставит его в эту ложь поверить. Порой это что-то большое, например, смерть супруга, как в поисках Немо. А иногда, на убеждение героя может повлиять какая-то сказанная фраза в прошлом, или сам образ жизни героя. Например, в истории игрушек, Вуди верит, что он главная игрушка в доме, и Энди должен быть только с ним. Подобная мысль у Ковбоя появилась небезосновательно. Ведь Энди действительно играл с Вуди больше всех остальных, что и создало у него в голове подобное видение ситуации. В нашей жизни все так же. По каким-то причинам мы верим в то, во что верим. Что-то случилось в прошлом, что заставило нас сложить именно такую картину мира, которая у нас есть сейчас. Иногда это смерть или война, а иногда это пара просмотренных роликов на ютубе. В драматургии это принято называть призраком или раной. Это то, что преследует героя из его прошлого. В рождественской истории это буквально листворено в призраке прошлого, который показывает все раны Скруджа, заставившие его стать таким, каким он стал. Все наши действия это следствие того, во что мы заставили себя поверить. Итак, герой имеет ложь, обоснованную прошлым. Ложь героя это всегда что-то в его голове. Это его внутренняя неполноценность, которая неминуемо проявляет себя внешне. Например, в Холодном Сердце у Эльзы есть очевидный призрак. Она ранила Анну в детстве и провела большую часть жизни, запертой во дворце. Когда она впервые за долгое время выходит в люди, ее призрак начинает проявлять себя в полной мере. Ее решение этой проблемы – сбежать. Эльза пытается решить внутренний изъян изменением внешней ситуации. По сути, она пытается избавиться от симптома, но саму болезнь игнорирует. Мы делаем точно так же. Мы пытаемся вылечить наши внутренние проблемы изменением внешней ситуации. Например, нашим решением может быть переезд в другую страну, город, смена друзей. Мы можем пытаться заделать свою рану алкоголем, сериалами, сексом, покупкой новых вещей или работой. Это помогает на небольшой промежуток времени, но потом все возвращается к прежнему состоянию, потому что ядро проблемы остается без внимания. Герой в мультфильмах зачастую не осознает, что его изъян не снаружи. И сюжет существует как раз для того, чтобы показать ему, в чем он нуждается на самом деле. В хорошей истории это все так или иначе переплетается с противоставляющимися силами. У героя есть одно видение, а у персонажей вокруг него другое. Именно это и помогает герою понять, что в его картине мира не так. Тут, конечно, в первую очередь приходит в голову противник ГГ, антагонист истории, который занимает противоположную позицию. Однако им не обязательно должен быть злодей. Герой, так же как и мы, постоянно окружен персонажами, людьми, у которых есть свое видение ситуации. И чаще именно они выступают антагонистами. В тачках это жители городка Радиатор Спрингс, а в тайне Кока семья Мигеля. Противопоставляющиеся силы в плане взглядов часто куда ближе к герою и к нам, чем он или мы думаем. Банально и неинтересно, когда главный антагонист полностью неправ. И это очевидно с самого начала и до самого конца. Такой персонаж не создает ощущение, что он реален. Ведь в нашем мире злых злодеев, которые злые потому что злые, нет. Хороший антагонист создает конфликт, в процессе и результате которого становится ясно, что герой и антагонист оба правы и неправы одновременно. Например, в третьей истории игрушек Вуди верил, что будет с Энди всегда, несмотря ни на что. Лотсо же говорил, что детям безразличны игрушки и их рано или поздно выбрасывают. Кто прав? Оба. И никто. Лотсо был прав в том, что Вуди не будет с Энди всегда, но не прав в том, что детям плевать на игрушки. Вуди, наоборот, был не прав в том, что Энди будет с ним всегда, но прав в том, что ему не безразличны его игрушки. И тут мы переходим к интересной вещи. То, что я только что рассказал, было правдой в конкретной ситуации с Энди, но спокойно могло оказаться неправдой с другими детьми. Мы множество раз видели в истории игрушек, как этих самых игрушек действительно выбрасывали и забывали. И в таком случае, правда была бы совершенно другой. В драматургии вся эта структура базируется на двух понятиях – want и need. То есть на том, что персонаж хочет и что ему нужно на самом деле. Почти всегда желание является внешним, а нужда – внутренней. Однако будет неправдой сказать, что в жизни внешнее совсем не имеет значения. Конечно, нам нужен кров, еда, одежда и проще базовые вещи. Но когда базовые потребности удовлетворяются, истинная ценность материальных вещей для нас стремительно начинает падать вниз. Люди склонны не замечать этого в силу своей природы. Мы пытаемся максимально обезопасить наше будущее, заработав и получив как можно больше. Но из-за этого забываем о том, что действительно для нас имеет значение, и создаем у себя в голове убеждение, которое отдаляет нас от того, что важно. То, о чем я сегодня говорил, называется позитивной или положительной аркой героя. Но также существуют и арки отрицательные. Если вкратце, то в них ложь еще больше овладевает героем, что заставляет его поверить в еще большую ложь. В данном случае под ложью подразумевается то, что негативно сказывается на внутреннем состоянии героя. И это по большей части может определить лишь сам герой, а в реальности только мы сами, ну или психотерапевт. Мы постоянно взаимодействуем с людьми, которые по сути такие же как и мы, только их бэкграунд отличается от нашего. Именно он их сделал такими, какие они есть. Так же как вас сделал ваш бэкграунд, а меня мой. Но одновременно с этим, прошлое породило у нас в головах множество заблуждений и призраков. Я сейчас не говорю, что стоит сломя голову выискивать то, в чем мы неправы и то, что делает нашу жизнь хуже. Но хотя бы помнить об этом и понимать, что мы в чем-то ошибаемся и что все люди вокруг такие же. Вы это и так понимаете и знаете. Однако, когда происходит столкновение, никто об этом не помнит. Это так легко забыть. Вся история человечества показывает, что это действительно забывается слишком часто. Даже сейчас вы посмотрите это видео и уже возможно через пару минут и не вспомните об этом. А кто-то из вас и вовсе пойдет с кем-то ссориться. В жизни мы можем сами быть антагонистами для наших близких, даже того не понимая. А они в свою очередь могут быть антагонистами для нас. И как в хорошем произведении, слияние противопоставляющихся систем взглядов должно создать что-то похожее на правду. По крайней мере для нас самих. Либо же наоборот, отдалить нас от правды. От того, что будет лучшим для нас. История это метафора жизни. Она призвана, со мной многие поспорят, показать зрителям еще один способ того, как можно прожить эту жизнь. Не в навязанной манере, не в попытках поучить кого-то, а лишь демонстрации другой жизни. Чтобы мы могли вольно посмотреть фильм и отрефлексировать увиденное на экране. Сделать какие-то выводы для себя или не делать выводы. И просто понять, что все это и так знаем и нам не нужно то, что показано на экране. Анимация для меня это прекрасный мир, который позволяет фантазировать, раскрывать свою креативность и увидеть то, как еще можно воспринимать этот мир. Если хотите поддержать меня и канал, то ссылки на донат, бусте и патреон в описании.